Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Сегодня я расскажу об одной из самых ожидаемых постановок Зальбургского фестиваля. И за мою большую поездку на лучший фестиваль мира я должен поблагодарить тех, кто отправляет мне донаты на Бусти и Патреоне, а теперь и на платформе спонсор, а еще замечательных любителей музыки из нашей группы путешественников с хэштегом лучшие на свете меломаны. И вы подписывайтесь на канал Сумерки Богов на платформах Бусти, Патреон, а теперь еще вот и на новой российской платформе спонсор. Это открывает много возможностей смотреть обзоры целиком с музыкальными фрагментами, задавать вопросы, получать доступ к дорогим трансляциям, которые еще и без ВПН невозможно смотреть. Но сегодня об игроке. Такая необычная опера, как «Прокофьевский игрок» в программе Зальбургского фестиваля каких-то 15-20 лет назад не могла появиться в принципе. Но то, что теперь почти все билеты раскуплены на стадии зимнего заказа, это результат долгой и планомерной работы интенданта Хинтерхойзера, и системы, выработанные им, как говорили в свое время у нас, системы сдержек и противовесов. За это приходится включать в программу такие оперы, скажем, как «Сказки Гоффмана» и «Аффенбаха». Пока же начну с того, что для меня всякий раз большая радость, когда я вижу и слышу игрока на сцене. Опера это не просто замечательная, она невероятно сугестивная, и в общем даже можно сказать спасибо режиссеру Питеру Селлерсу, который решил ее поставить без антракта. Истеричное прокофьевское нагнетание, приводящее к финальной катастрофе, именно в таком виде без антракта ощущается особенно, хотя, конечно, это тяжело в августовской жаре. Я посмотрел спектакль даже два раза, хотя недостатков у этой версии хватает, но не смог отказать себе в этом удовольствии. Были и замечательные работы, которые сегодня в том же Мариинском театре, когда там иногда хоть идет игрок, днем с огнем не встретишь. Но главная проблема этого спектакля, скажу сразу, это оркестр под управлением Тимура Зангиева, оркестр Венской филармонии. Это молодой дирижер два года назад внезапно для всех, и в первую очередь, думаю, для самого себя, оказался наместником отставленного Валерия Гергио в таких театрах, как Ласкалом. Ну вот и Зальцбург, видимо, достался ему по тому же наследству. Тот, кто был на премьере Садко в Большом театре, давно уже помнит, наверное, когда же оркестр Большого театра его отторгал. Но Винерфилармоникер, и это тем более очевидно, просто обращает ноль внимания на человека, который машет перед ним руками. Полностью это видео с музыкальными фрагментами можно посмотреть на сайтах Бусти и Патреон. Все ссылки вы найдете в описании этого видео внизу. Подписывайтесь прямо сейчас. Книги Вадима Журавлева «Дмитрий Черняков. Герой оперного времени. Конец прекрасной эпохи. Краткий курс оперного безумия. Хроника оперы. Лихие девяностые. И век Зальцбургского фестиваля можно купить на сайте Ридера в бумажной и электронной версиях, а на сайте Литрес и Амазон в электронной версии. Книги также есть в продаже в сети книжных магазинов «Читай город» и в книжном магазине «Москва». Помните, книга – лучший подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова